так всем привет сегодня мы создадим train в программе терраскульптор она бесплатная поэтому мы сегодня поверхностно ее изучим и создадим символически вот такой train ну что ж начнем я воспользуюсь версии 2.0 потому что она бесплатная для сегодняшних целей нам вполне достаточно качаем последнюю сборку ссылку я оставлю в описании после того как вы скачаете открываем программу первым делом давайте изменим настройки программы для этого перейдем в tools settings выберем dimensions и в настройках должна быть поставлена галочка напротив unreal engine ok теперь можно перейти к созданию проекта переходим файл new project для этого как раз таки мы ставили галочку здесь появился андрей ленджин нажимаем на него нашем сегодняшнем ролике мы используем 4k выберем после этого перейдем вправо окном и здесь мы должны ограничить наш список поэтому нажмем здесь на галочку и список уменьшится до одного варианта выбираем его нажимаем ok как раз теперь вы видите что разрешение определилась для нашего ландшафта нажимаем ok используйте колесико мышки отдалитесь и вы увидите что ландшафт готов пока что он плоский можно покрутить эту карту используя левую кнопку мыши вот таким образом следующим шагом нам понадобится сгенерировать холмы горы для этого воспользуемся но из мэп выберем ее выберем вот этот пункт перлен перед нами открылись настройки нашего landscape давайте начнем с презент здесь выберем лампы вот этот пункт также размер у нас получится давайте оставим на 2016 пункт layout оставим на 180 пункте detail поставим 9 прав нас понизим до 34 шейп сделаем единицу density 211 gain 72 и offset 348 принципе это все можно нажать ok и карта сгенерируется данный момент у нас вот такой ландшафт чтобы немножко подчеркнуть горы приподнять их давайте перейдем modify и выберем пункт normalize наши холмы подчеркнулись принципе неплохой эффект давайте так оставим давайте выберем здесь материал и выберем не серый grayscale а color set так к нашему ландшафту применятся колоритные материалы мы будем понимать как выстраиваются наши горы впадины таком виде в андрил мы не сможем экспортировать только в этой программе можем основываться на конкретном примере но так как мы определились что наш пейзаж будет арктическим зимним то давайте перейдем в этот пункт color set выберем арктический вариант плюс минус так у нас и получится опять-таки повторюсь материал не перейдет вместе с ландшафтом в андрил это лишь пример который здесь можете оценивать возможно также будет нагляднее если мы перейдем в object уберем home grid и подключим задний фон следующее чтобы хотел сделать с ландшафтом сплющить края создать некую границу нашего ландшафта переходим transform flat and edges и просто в настройках поднимем все до максимума вот эти два пункта и chief его все остальное оставим как есть нажмем ok все наши края сплющились так будет намного аккуратнее экспортировать в анрилу принципе работа в этой программе закончена давайте теперь сохраним наш проект кроме файл сэйф project выберем рабочий стол назовем ее арктик нажмем сохранить сам ландшафт нам нужно будет экспортировать андрил для этого перейдем файл экспорт terrain также перенесем на рабочий стол но уже картинку назовем ее также арктик картинка должна быть формате png поэтому из списка выберем png вот он формат png image выберем его и все именно так мы сохраним нажимаем сохранить до 16-битный игре скейл все верно ok ну и все окончательно можно закрыть эту программу давайте закроем заново сохранить ничего не нужно мы в принципе ничего не изменяли поэтому нажимаем нет и просто выходим из программы ссылку на полный разбор непосредственно уже на анриле я оставлю в описании там мы работаем конкретно с этим трейном и создаем полноценный landscape а на этом все всем удачи всем пока